Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем об укоренении черенков винограда. Конечно, на канале уже есть несколько видео по этому поводу, но сегодня я решила собрать для вас самые важные факторы, самые важные моменты, на которые стоит обратить внимание и которые действительно влияют на результат укоренения. Я вкратце покажу весь процесс и обращу ваше внимание именно на то, что важно. Первый этап мы нарезаем черенки. Ну, если вы покупаете черенки, то они уже нарезаны. Как правило, по три глазка, по три почки этого для укоренения вполне достаточно. Мы тоже обычно укореняем трехглазковые. Ну, смотрите, вот этот черенок, раз, два, три, четыре почки. Его можно разрезать на два. Хороший толстенький черенок и двух почек для укоренения нам будет вполне достаточно. Мало того, можно укоренять даже одноглазковые черенки, но это если у нас какие-то редкие сорта и совсем недостаток посадочного материала. На остальных трехглазковых мы освежаем срезы. Дальше остальные черенки нам надо освежить им срезы. Неважно, были они заплавлены, либо просто срезаны в любом месте. Мы надрезаем, срез освежаем, чтобы черенку было проще набрать воду. Значит, следующий этап это вымачивание. Черенки надо насытить влагой. Ну, смотрите, что у меня здесь. Не просто вода, здесь раствор марганцовки. Сколько времени держать в марганцовке? Несколько часов. На что можно ориентироваться? Сейчас цвет такой ближе к розовому, фиолетовому. Когда он станет такой более красным, можно доставать. Ну, либо на несколько часов положили, либо на ночь, как вам удобнее. После этого марганцовку меняем на воду. И в воде держим минимум сутки. Если черенки суховатые, тонковатые, до 4-5 суток, только воду хотя бы раз-два меняем. Черенки мои вымокли 2 суток, и теперь мы уже готовим непосредственно к укоренению. Делаем еще раз срез под нижней почкой, где-то миллиметров на 5-7. Обрезали. Теперь обратной стороной ножа мы наносим где-то сантиметр, чуть больше длиной. Небольшие такие бороздки. Нижнюю почку не убираем. Конечно, бороздование хорошо. Нижнюю почку мы также рекомендуем оставлять. Несмотря на то, что есть противоположные рекомендации. Я никогда не видела, чтобы наличие нижней почки задерживало развитие других почек. Вместе с тем, если что-то случается с верхней почкой, а часто это происходит, например, от сухого воздуха в квартире, нижняя почка как раз-таки наше спасение. И очень много черенков у нас прорастало именно с нижней почки. Если по какой-то причине нам нужны одноглазковые черенки, значит, мы тоже оставляем от почки достаточно большое расстояние. Например, у меня слишком длинный черенок. Я оставляю здесь некоторое расстояние. И вот у меня получается одноглазковый. Здесь я также наношу приблизительно по сантиметру бороздки. Использование корнестимуляторов на самом деле абсолютно необязательно. Черенки и награда прекрасно укореняются. И без них может быть чуть-чуть дольше, но укореняются. За исключением, может быть, нескольких сортов, которые укореняются тяжело. Может быть, им иногда и нужна эта помощь. Дальше. Хотите использовать? Используйте. Нет возможности, ничего страшного. Ваши черенки и так прекрасно укоренятся. Субстраты для укоренения. Самый распространенный субстрат – это вода. Но на моем опыте я уже за несколько лет убедилась, что вода – это худший укоренитель. Да, черенки там укореняются, но укореняются хуже всего. Что использовать? Опилки, кокосовое волокно. Кокосовое волокно можно туда добавлять агроперлит. Кто-то использует вплоть до того, что, например, от кошачьего туалета тоже такие вот гранулки, их размягчают. То есть мох можно использовать. Любой субстрат, который хорошо держит воду и при этом является достаточно воздухопроницаемым. В этих вещах укореняться будет лучше, чем в воде. Значит, если вы используете опилки, вы их нормально пропарили, то на неделе полторы, а то и две влажности хватает. Если вот так вот мы завязываем в пакетиках, ну, конечно, раз в неделю нужно будет проверить. Что касается кокоса, в таком виде я его использую первый раз. Он у меня был хорошо увлажнен. Ну, а чтобы мне не проверять лишний раз, не разворачивать эти пакетики, смотрите, что сделала я. Я сделала там внизу в пакетиках маленькие отверстия. Сейчас не будет видно. И туда я могу налить в эту же емкость чуть-чуть водички. Вот сюда мы наливаем немножечко, только чтобы у нас поддерживать влажность вот в этих пакетиках. И теперь очень-очень важный момент. Я бы даже сказала, что один из самых важных при укоренении, но тот момент, на который очень редко кто-либо обращает внимание. Итак, если вы пробовали укоренять на разных средах, например, на воде, либо в каких-то вот таких влажных субстратах, наверняка вы замечали, что при укоренении на воде первыми, как правило, пробуждаются почки, а корни появляются позже. Если мы укореняем вот в таких каких-то влажных средах, то у нас сначала появляются корни, а вот с пробуждением почек могут быть проблемы. Почему? Из-за сухого воздуха. Особенно это касается укоренения в городских квартирах. В частных домах микроклимат несколько лучше, а вот в городских квартирах это очень и очень большая проблема. Как же с ней бороться? Конечно, как вариант, мы можем ходить там каждый день или несколько раз в день опрыскивать черенки. Удобно? Не совсем. Дальше. Мы можем надеть сверху какой-то пакетик. Да, вроде бы хорошо. Мы как бы создаем тепличку. Но часто бывает, что тогда черенки начинают заплеснимать, что для нас не совсем хорошо. Вариант третий. Если у вас дома есть влажнитель воздуха, вот у меня там он на заднем плане, можно включать влажнитель. Хорошо для себя, хорошо для черенков. Особенно, если они будут стоять рядышком. Но тоже его надо включать. То есть за этим надо следить. Что предлагаю я? Очень и очень простой способ. Обратите внимание, что у меня черенки стоят в одной емкости, и эта емкость помещена в другую емкость. Значит, смотрите. Вот в этот большой поддон я наливаю воду. Если у вас нет возможности вот такого плана, поставить какую-то емкость, то вы можете просто рядышком поставить что-то с водой. Но это должна быть не маленькая, например, пол-литровая баночка, а что-то максимально широкое, что вы можете найти. Вот такой способ достаточно простой. Смотрите. Здесь они стоят сухом, просто помещены, да, там влажный субстрат. И вокруг них создается хороший микроклимат за счет испарения воды. Таким образом, нам не надо включать какие-то специальные приборы, выполнять какие-то дополнительные действия. Нам надо будет только поддерживать наличие воды вот в этой емкости. Что касается температуры, оптимально 22-27 градусов по Цельсию. То есть комнатная температура вполне хорошо подходит для прорастания черенков. Есть еще специальный прием кельчевания, но про него, для чего оно нужно и как его осуществить, мы поговорим в отдельном видео. Если у вас несколько черенков, вполне достаточно вот таких простых приемов комнатной температуры для их прорастания. И завершающий этап это посадка. Высаживать черенки лучше с коротенькими корешками, то есть наблюдайте, чтобы корешки были вот приблизительно вот такого плана, коротенькие. Если они слишком длинные, садить не очень удобно, большой риск повреждения этих самых корешков. Но если так получилось, впустили, ничего страшного. Одно дело нам черенки укоренить, добиться появления этих корней, а другое дело их вырастить. И вот здесь почва играет очень важную роль. Высаживаем мы либо в стаканчики с нижними прорезями, либо в пакетики тоже с нижними прорезями. Ну, то, что у вас есть, то, что вам удобней. Здесь тоже важный момент, это минимальное уплотнение почвы. Землю мы уплотняем только так, чтобы черенок держался, не падал. Чем более воздушная будет там земля, тем ему будет проще расти. Если вы сильно утрамбуете, ну, потом тоже можно спровоцировать загнивание корней. И глубина посадки, если мы говорим о стаканчиках, ну, приблизительно где-то на треть. Потому что корни растут вниз, им надо, чтобы было в чем расти. Если у нас черенок длинный, то понятно, что мы его садим несколько глубже, чтобы был баланс. И у нас вот эти стаканчики, либо, например, пакетики такие, да, чтобы они не попадали. Когда мы уже высадили наше растение, очень важно следить за его влажностью и не переувлажнить. Потому что именно переувлажнение становится зачастую самой главной причиной гибели молодых виноградных растений. Корни загниваются, спасти такое растение бывает очень-очень сложно. Поэтому за этим надо внимательно следить. Но об этом мы с вами поговорим в отдельном видео. И последний тоже момент важный, касаемо тех же маленьких растений, это влажность. Мы уже говорили о ней, когда мы говорили про черенки. И когда у нас вот такие молодые виноградики, то поддерживание влажности в помещении, это тоже очень и очень важно. И вот эта самая влажность окружающего воздуха, мне кажется, вообще самый важный момент во всем. Потому что как только воздух становится слишком сухим, у нас листик начинает крючиться, на листике начинают появляться всякие пупырышки. И это все от того, что там влажно, а здесь сухо. Только когда хорошая влажность, листик может нормально усваивать углекислый газ, нормально фотосинтезировать. Поэтому если мы хотим, чтобы наши саженцы росли красивыми, хорошими, то о вот этой самой влажности в помещении нужно позаботиться. Как эту самую влажность поддерживать в помещении? Вариантов очень много. Смотрите, тот, который для вас приемлем, тот, который вам легче всего организовать. Это могут быть, как в случае с черенками, я вам показывала емкости с водой рядышком, это может быть и опрыскивание, это могут быть увлажнители. Все, что угодно, что нам будет помогать создавать хорошую влажность в помещении, для того, чтобы растение могло нормально расти и развиваться. Конечно, вариантов различных действий, как помочь черенкам укорениться, в дальнейшем расти очень-очень много. Но в этом видео я собрала то, что я посчитала нужным, то, что я посчитала действительно важным с моей точки зрения и исходя из моего многолетнего опыта. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще будет» ссылка на каталог наших сортов винограда и до новых встреч!